Сегодня на Капитолийский холм съехались новоизбранные сенаторы и конгрессмены 113-го созыва. Судя по количеству проблем, охвативших Америку, им предстоит трудиться, не покладая рук. В середине дня на Капитолии состоялось голосование, в ходе которого Джон Бейнер был переизбран на должность спикера Палаты представителей третьего лица в государстве. Параллельно Конгресс США установил исторический рекорд. В его обеих палатах теперь будет небывало высокое число законодателей женщин. Все подробности в материале Вадима Оленьчева. Церемония инаугурации новоизбранных законодателей на Капитолийском холме оказалась масштабной. Только в составе Нижней палаты клятву на верность Родине давали 84 новых депутата, или почти пятая часть от 435 представителей. Все они приступили к своим обязанностям сразу после принятия присяги на ступенях Капитолия. В палате представителей церемонии инаугурации руководил спикер Джон Бейнер. Он сам принял очередную присягу после того, как был вновь утвержден на своей должности общим голосованием. После этого Бейнер выступил перед коллегами с приветственным словом. Нам следует никогда не забывать о том, как наши отцы-основатели ценили тот факт, что граждане страны могут сами собой управлять. Клятва, которую мы даем сегодня, касается только Конституции. И нет никаких упоминаний о партиях, фракциях или должностях. Ни слова о политических задачах и платформах. Говоря проще, избиратели посылают нас сюда не для того, чтобы мы занимались собой, а для того, чтобы мы занимались делами. Предыдущий Конгресс 112-го созыва войдет в американскую историю как один из самых непопулярных. Рейтинг одобрения его деятельности избирателями временами опускался до 10%, даже ниже, чем у Пэрис Хилтон. За два года законодатели утвердили рекордно малое количество документов – 220. В то время, как обычно, конгрессмены успевают рассмотреть и принять около тысячи законопроектов. Однако последние два года ознаменовались громкими битвами демократической и республиканской фракций. Так, вопрос об автоматическом секвестре бюджета, перенесенном на 1 марта, даже еще не обсуждался. Неспособность достичь планомерного соглашения означает, что нам придется иметь дело с этими бюджетными проблемами еще долгие месяцы. Другая примета времени – Конгресс США стал еще более разнородным. Впервые в истории число женщин-конгрессменов превысило 60 человек. Из 100 сенаторов – 20 женщины, при том, что за всю предыдущую историю Америки их было в Сенате всего 16. Также в обеих палатах стало больше представителей этнических меньшинств. Это отражает демографические изменения, происходящие в США, где белое население перестает быть большинством. Логично предположить, что в таком составе законодательное собрание страны будет менее склонно начинать различные войны и обратит больше внимания на социальные проблемы общества. Но, независимо от пола и национальности, требования рядовых американцев к слугам народа остаются прежними. Они должны не терять здравого смысла и быть способны понять друг друга. Вадим Оленичев, телекомпания «РТВ». К сказанному добавлю, что спикер Бейнер сегодня получил голоса далеко не всех своих однопартийцев. Девять республиканцев проголосовали за кандидатуры других законодателей. Многие представители партии «Слона» говорили, что не могут голосовать за Бейнера после того, как он провел через Конгресс законопроект, повышающий налоги самым богатым американцам. Поскольку этот биль поддержали всего 80 конгрессменов-республиканцев, существовала реальная вероятность, что Бейнер не будет переизбран. Но в итоге не нашлось никого, кто решился бы бросить ему вызов. Больше всех голосов после Бейнера получил лидер республиканцев в Конгрессе Эрик Кантер. Он проголосовал против финансового биля, но сегодня тоже проголосовал за действующего спикера. Одним из самых скандальных непринятых законов при Джоне Бейнере стал биль о помощи пострадавшим от супершторма Сэнди. Законопроект о выделении пакета помощи в 60 миллиардов долларов был одобрен в Сенате, но заблокирован лично спикером Конгресса, что вызвало волну негодования даже среди республиканцев. Однопартийцы Бейнера не скупились на эпитеты. Когда им нужны деньги, они моментально находят Нью-Йорк на карте. Это нож в спину нью-йоркцев и нью-джерсийцев. Отвратительно черствый поступок, демонстрирующий полное неуважение к жителям нашего штата. Мы уже ждем в шесть раз дольше жертв урагана Катрина, и конца и края этому не видать. У меня огромный камень на душе, и я не могу поверить, что такое могло случиться. Этому нет оправданий. Я впервые вынужден признать, что мне стыдно за решение, принятое моей командой. Представители Нью-Йорка и Нью-Джерси, в особенности губернаторы Кристи и Куома, использовали все свое влияние в Вашингтоне, чтобы республиканское руководство пересмотрело свое решение. Завтра, в пятницу, Нижняя палата все-таки проголосует по вопросу о выделении помощи штатам, пострадавшим от урагана Сэнди. Завтра, в пятницу, Нью-Джерси